МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О территориях-участницах проекта формирования комфортной городской среды жителям республики готовы рассказать более 600 человек. Регистрация волонтеров на всероссийское голосование граждан по выбору общественных территорий, планируемых благоустройством, началась 1 февраля на платформе добро.ру. Проект формирования комфортной городской среды жителям республики уже знаком. Благодаря ему десятки общественных территорий изменились до неузнаваемости. Какие объекты станут следующими участниками программы, решат сами жители. На первом этапе голосования, который прошел в феврале, более 2000 горожан выбрали три территории в Саранске. Бульвар Цаплина, площадь по улице Гожувского около Фока и сквера около администрации Октябрьского района городского округа Саранск, бульвар Эрзи. Очередной этап стартует с 15 апреля и продолжится по 30 мая. Проголосовать можно будет на специальной платформе. Основная задача волонтеров – рассказать жителям республики о возможности принять участие в голосовании, а также о проектах, которые выносятся на обсуждение. Волонтеры познакомят горожан с претендентами на победу и помогут проголосовать. Территорию выберут также в районах республики, добровольцы будут работать и там. В Мордовии зарегистрировалось 627 волонтеров. По состоянию на 1 апреля на платформе добро.ру всего зарегистрировано более 40 тысяч волонтеров по всей стране. Это в два раза больше, чем планировалось. В прошлом году в голосовании участвовали более 32 тысяч добровольцев. Из-за большого интереса волонтеров к проекту принято решение не останавливать их регистрацию на платформе добро.ру. Регистрация доступна по ссылке в течение всего периода голосования. Теперь волонтерам предстоит пройти обучение на добро.университет и с 15 апреля принять участие в проведении голосования. В Саранске обсудили ремонт дорог. В этом году в столице Мордовии его проведут по нескольким направлениям. Срочный мелкоямочный ремонт восьми дорог, который был запланирован в первую очередь на семи из них, уже выполнен с применением технологии горячего асфальта. Еще на 24 адресах городского округа Саранск приступят к ремонту, как только установится теплая погода, после 10 апреля. Муниципальный контракт на сумму почти 20 миллионов рублей уже заключен. Срок исполнения до 10 июня. В середине апреля дорожники приступят к нанесению дорожной разметки. Второй этап он запланирован у нас с 15 апреля, может быть, чуть раньше начнем. И планируем его сделать до 10 июня. Следующий этап это национальный проект безопасной качественной дороги. Он будет тоже сделан у нас здесь 6 дорог, 7 улица Фурманова. По проекту безопасные и качественные автомобильные дороги меняют асфальтобетонные покрытия, обновляется система наружного освещения, частично ремонтируются тротуары. Гарантийный срок работ 6 лет. По улице Комсомольской в Ковылкино вновь можно будет проехать много лет. Дорога здесь была закрыта. Эта улица особенно многолюдно воскресные дни, когда пешеходы и автолюбители спешат на муниципальный рынок. Сейчас в районной администрации решается вопрос о том, чтобы в самое ближайшее время сделать ее свободной для транспорта. Глава Ковылкинского района Игорь Бутякин, идя навстречу просьбам и пожеланиям жителей города, принял решение вернуться к детальному рассмотрению этого вопроса. Предстоит провести ряд мер по открытию свободного движения, благоустроить улицу, привести в порядок пешеходный тротуар. Для безопасности всех участников дорожного движения установят светофор. Пришла весна, расставил снег, а вместе с ним, как обычно, ушли и остатки асфальта на некоторых дорогах. Например, жители Саранска просят обратить внимание на участок по проспекту 60 лет Октября в сторону улицы Металлургов. И ладно бы, гигантские ямы просто мешали автомобилистам спокойно передвигаться. Из-за них нередко приходится посещать автосервис. В Куликовке на улице Крупской ситуация не лучшая дорога, усеяна ямами. Автомобилисты жалуются, что невозможно проехать, пешеходам тоже непросто, и даже такси здесь приходится ждать дольше обычного. А ведь кроме обычных легковых машин здесь проезжают пассажирские и школьные автобусы. А на улице Индустриальная в Рузаевке асфальта и вовсе никогда не было. Зато ямы у хабов хватает. По словам местных жителей, весной и осенью к домам проехать практически невозможно, и даже скорая останавливается на соседней улице, где есть асфальт. Сложно приходится всем, особенно многодетным семьям, которым каждый день приходится возить детей на машине в детский сад и школу. Обращения в районную администрацию результата не дали. Там ссылаются на запрет на капитальное строительство. Местные жители просят принять хотя бы временные меры. Жители дома 10А по улице Станиславского в Рузаевке недовольны работой управляющей компанией. По их словам, второй подъезд уже несколько лет затапливает с пятого по первый этаж. Многочисленные обращения и результата не принесли. Жильцы уверяют, в последнее время жиланвест стал игнорировать просьбы владельцев квартир. Управляющую компанию можно поменять. Если ее работа не устраивает жителей многоквартирного дома, на общем собрании собственников они могут выбрать другую, которая будет добросовестно исполнять свои обязанности. В Саранске в выборе поможет светофор управляющих организаций. В нем отражены все их успехи и недоработки. По итогам работы в четвертом квартале 2021 года только семь обслуживающих организаций оказались в зеленой зоне рейтинга. Шесть в желтой, 46 в красной. Например, дом управления номер 23 находится в красной зоне, о чем можно догадаться по состоянию этого многоквартирного дома. Судя по всему, ремонта здесь не видели очень давно. В этой же зоне находится ЖЭК номер 3. По словам жильцов дома, эта компания не выполняет свои обещания. В прошлом году к нашему дому была подведена циркуляция. По дому должна сделать наша управляющая компания. В мае месяце они нам обещали. Прошел май, прошел сентябрь, прошел декабрь, они нам так и не сделали. А сколько счетчик крутится, пока к нам дойдет горячая вода? А домоуправляющая компания пока у нас не шевелится. Среди отличников выделяется домоуправление номер 5. В домах, которые они обслуживают, совсем другая картина. Работу организации жильцы ценят не только за ухоженный подъезд. Поводок 2022 года ожидается в конце первой декады апреля. Насколько большая вода будет действительно большой, сказать пока сложно. Погода непредсказуема. Однако силы и средства у спасателей готовы. Гидрологи ежедневно мониторят обстановку и уверяют, ситуация 2012 года не повторится. Русло рек расчищено, а значит затора льда не будет. В целом события могут развиваться по трем сценариям. Минимально рассматривается попадание в зону подтопления пяти муниципальных районов, 22 населенных пункта с населением 3600 человек. При стандартном развитии событий 17 муниципальных районов, 57 населенных пунктов и 9800 человек. И, соответственно, при самом негативном развитии 21 муниципальный район, 126 населенных пунктов и 11500 человек. Зубовополянская, Киселевка, Краснослободские, Русская, Майскина и Песочная, Лосевка, Старошайговская, Подверниха, Васильевка и Дракина, Ковылгинского района, Атюревские, Кишалы и деревнях Курган, Рамадановского района в зоне особого контроля. Также под пристальным вниманием 17 участков автодорог федерального, регионального и местного назначения, 19 низководных мостов. Личный состав, плавсредства и спецтехника готовы к любому из вариантов развития событий. Мониторить ситуацию с воздухом будут беспилотники и самолет. В этом году в Больших Березняках появится еще один спортивный объект, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Его построят в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». Совсем скоро этот пейзаж обещает кардинально измениться. На этом месте начнется строительство нового спортивного объекта, физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Для Большеберезняковского района, подчеркивает глава муниципалитета Иван Игонов, это событие значимое. В райцентре пока нет ни одной большой спортивной площадки для игр в футбол, волейбол и другие летние виды спорта. Это местных спортсменов огорчает. Исправить ситуацию поможет проект партии «Единая Россия. Спорт. Норма жизни». Подготовлены проекты смертной документации, прошла экспертиза, закуплено все оборудование. Оборудование находится у нас здесь, в районе. Сейчас мы ждем с республиканского финансирования, которое должно в ближайшее время поступить. Объявляем конкурсную процедуру. После проведения конкурсных процедур, конечно, начнем реализовать этот проект. Люди у нас ходят заниматься, они занимаются массово спортом. Мини-футбольное поле, ворота, беговые дорожки, площадка для игры в волейбол, тренажеры. Все это скоро порадует жителей Большеберезняковского района. 30 марта депутат Государственной Думы Василий Пискарев совместно с главой Саранской Игорем Осабиным осмотрел пустующее пространство в районе жилого комплекса Онегина и территорию перед домом номер 94 по адресу проспект 70 лет Октября. В ходе встречи были определены планы их дальнейшего благоустройства. Первая точка сбора – площадка за ЖК Онегин. Этот большой участок земли сейчас пустует. Василий Пискарев обсудил с мэром Саранска планы городской администрации по облагораживанию этой территории. Она будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь организуют общественное пространство с детской площадкой, футбольным полем и теннисным кортом, аллеями для прогулок, лавочками и арт-объектами. Надо обустраивать. И есть еще территория в Саранске, которая также вот так подзаброшена, но это же город фактически. И надо его приводить в порядок. Вот здесь вот рядом крупные и весьма такие красивые здания, ну а рядом пустующая территория, которая может быть со временем даже просто, если не трогать ее, она может просто покрыта мусором и хлопом. После осмотра территории в центре города переместились на Химаш. Здесь Василий Пискарев и Игорь Осабин поговорили с жильцами дома номер 94 по проспекту 70 лет Октября. Самый больной вопрос – отсутствие тротуаров и парковочной зоны. Автомобили теснятся у подъездов, занимает все пространство. Жильцам приходится лавировать между ними. Схемы и сметы готовы уже давно, однако реализация запаздывает. В ходе обсуждения были намечены сроки начала работ. Проблема будет решаться комплексно. В этом году постараемся этот проект начать. Найдем средства и сделаем то, что по тем обращениям, которые жители обратились, мы этот проект здесь и сквер в районе Бытьево-Городской сделаем, чтобы нашим жителям было легче передвигаться и были места для отдыха. Мордовия участвует в проекте формирования комфортной городской среды уже несколько лет. За это время удалось благоустроить и буквально дать вторую жизнь множеству территорий в столице и районах республики. Планирование и контроль пассажирских перевозок. В Саранске стартовал пилотный этап проекта для общественного транспорта, который позволит сделать передвижение в нем более комфортным. Речь о целой системе видеонаблюдения, датчиках подсчета входов и выходов из автобуса и даже оплата проезда онлайн. С инновациями ознакомился и глава городского округа Саранск Игорь Осабин. Система комплексного цифрового решения была разработана совместно с администрацией города. Это комплексы из оборудования и программ. Аппаратура спутниковой навигации помогает водителю и муниципальным службам четче контролировать расписание. Датчики пассажиропотока непрерывно подсчитывают количество вошедших и вышедших. А видеокамеры, в каждом транспортном средстве их установлено по 8 штук, фиксируют происходящее. Также в транспорте функционируют системы информирования с указанием движения автобуса по текущему маршруту и не только. Дополнительно, с учетом того, что есть все сервисы в единой сбалансированной системе, мы разработали мобильное приложение специально для пассажиров, которое называется Мордовия Транспорт. Она позволяет в режиме двух пилотных транспортных средств и двух маршрутов отслеживать текущее местоположение на карте транспортных средств, смотреть расписание, прогноз прибытия на остановочный пункт, маршрут, прокладывать. Также здесь внедрена новый способ оплаты, который позволяет оплачивать проезд без необходимости что-то к чему-то прикладывать. Пилотный этап начался 29 марта и продлится два месяца. Оборудование установлено в двух автобусах. Они курсируют по первому и 27 маршрутам. В первую очередь система призвана сделать интервал движения транспорта удобным для пассажиров. Мы на сайте на своем обязательно запустим специальный сервис, где будем все пожелания учитывать наших горожан. Поэтому обращаюсь ко всем горожанам и гостям активнее рассказывать все те удобства или неудобства данной системы. По итогам пилотного запуска администрация города решит, будет ли запущена система планирования и контроля пассажирских перевозок на всех единицах муниципального транспорта. А компанией-разработчиков в таком случае, возможно, будет внедрена дополнительная опция для датчиков пассажиропотока. С ее помощью можно будет в режиме онлайн посмотреть, сколько именно пассажиров едет в каждом автобусе прямо сейчас. На этом у нас все. Пишите, звоните нам, рассказывайте о том, что волнует, и мы вместе найдем ответ. С вами была Ольга Данилова. Оставайтесь на НТМ. Субтитры подогнал «Симон»!